24 ноября в вечернем эфире Радио Лема состоялся диалог с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Организатором пресс-конференции для региональных медиа выступил Интерфакс. Состоится пресс-конференция с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Конференцию устраивает, онлайн-конференцию, пресс-конференцию устраивает агентство Интерфакс. На Дальнем Востоке выбрано три медиа. Единственное радио – это Радио Лема, где мы будем вновь задавать свой вопрос. Вопрос, конечно же, касается серьезной ситуации с нехваткой лекарств, с нехваткой медикаментов, самых простых, потому что маркировку ввели, и сейчас потребность растет, потому что ОРВИ, COVID-19, а лекарств в аптеках нет. И вот будем задавать вопрос, как долго это будет все продолжаться, как будет решаться эта проблема и какие для этого методы, собственно, будут использованы. Первым журналистом с Дальнего Востока, который поговорил с Анной Поповой, оказался ведущий шоу быстрого реагирования Михаил Бровкин. Заданный им вопрос касался не только жителей Приморья, но и всей России. Ведущий спросил про дефицит лекарств. Отсутствие возможности купить нужный препарат в аптеке сейчас волнует многих. Ответ главы Роспотребнадзора звучал так. В скором времени ситуация должна измениться в лучшую сторону, поэтому больше перебоев в поставке лекарств быть не должно. Передала всем нашим слушателям, чтобы крепилось Приморье, крепился Владивосток. Непростая действительно ситуация стоит у нас здесь с погодой. Ну и также сказала, что если есть какие-то моменты, что не хватает у нас лекарственных средств в аптеках, то, пожалуйста, нужно обращаться в Приморский край здрав и уже все будет решаться. Но пока, как нас заверили, уже перебоев с подачей лекарств в аптеке не должно быть. Глава Роспотребнадзора также отметила непростую ситуацию с погодой на Дальнем Востоке и выразила надежду на скорое устранение всех последствий, нанесенных ударом стихии. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok